Привет, дорогие друзья! На Каунте Кристалл еще одна легендарка подобралась к новому уровню, и это, ребят, Ночная Ведьма. Сегодня мы ее прокачаем, вообще у него классная прокачка, смотрите, у него и Принцесса уже пятого уровня, и Бревно пятого уровня, Громовержис уже на подходе на пятый левел, и Шахтер уже на подходе. Блин, ребят, ну поставьте много лукасов, чтобы как можно быстрее мы эти леги фармим, постоянно, если они в магазине появляются, мы сразу донатим, сразу их покупаем, ну и, естественно, на видос их прокачу, показываем разные колоды. Если вам не сложно, оцените этот ролик лайком, и мы как можно быстрее, конечно, их нафармим, и подписывайтесь обязательно на канал. Также, ребят, тут уже и Спарки доступны на новые уровни, и Мега-Рыцарь, но Мега-Рыцарь всего лишь на третий, я не вижу смысла вообще обращать внимание на него, и как будет четвертого, тогда обязательно поиграем и снимем колоду. А со Спарки, ребят, ну Спарки улучшили, вот, да, я думал, что на самом деле будет с ней много игроков играть, но это не так. Как-то она в первые дни была популярной, когда ее бафнули, да, потом она как-то опять куда-то исчезла, в общем, она как была непопулярной, так и осталась. А вот ночную ведьму мы сегодня прокачаем, 50 тысяч золота, я прошел здесь испытания с внезапной смертью, и у нас теперь есть голда на аккаунте. Давайте прокачаем ведьму на третий, ой, на четвертый уровень, ой, стоп, я не то нажал, сейчас прокачиваем, ну и после этого, естественно, нам колоду покажу, и мы покатаем с вами в глобале. Опа, ведьма четвертый уровень, красавица ты наша, и так, плюс 31 урон, плюс 21 урон в секунду, и плюс 90 здоровых, короче, это все не важно, цифры неинтересны, сейчас я сделаю скриншот, и мы пойдем играть. Так, хорошо, ну что, теперь колоду, колоду я вот такую вот подготовил, я много пересмотрел колод, какую бы я мог составить, на самом деле вариантов немного. Есть вот этот метод дека голем, да, польза ночная ведьма, сборщик, дровосек, в общем, да, который я гранды катаю, популярная дека, и есть с гигантом еще ночная ведьма, и вот третью колоду я еще нашел с ночной ведьмой, больше я нормальных колод не смог найти, поэтому вот все, что мне удалось подобрать, составить вот такие вот две колоды. Честно, вот этой декой, конкретно вот этой декой, я плохо играю, очень, мне трудно как-то, не знаю, без сборщика, а вот этой колодой играю хорошо, но здесь, к сожалению, ну как хорошо, я так думаю, что хорошо, но в этой деке, к сожалению, дровосек и бандинка четвертого, ой, третьего уровня, но это слабо для глобала, когда против тебя игра с фуловой прокачкой. Ну что, я готов, поехали, сыграем и то, и другое, возможно, колодой, посмотрим сейчас, поехали в глобал, ребятки, сходил я в глобал, я настолько, знаете, и грустно, и весело. Грустно от того, что проиграл, естественно, весело от того, что у меня вот реально, я вот, может параноик нет, но у меня такое ощущение, что у меня специально подбирается контр-колода. Посмотрите, против какой колоды я играл, вот, пека, мини-пека, спарки. Мне эти карты, вот по сути, нечем задефать, абсолютно, вот, что бы я там ни делал, колдун постоянно будет и спарки, да все будет меня просто уничтожать. Думаю, ну ладно, пойду в следующий поединок. Следующий поединок, пека, элитки, палач, торнадо. Ракета, ракета убивает сборщик, элитки, ой, да тут просто жесть. Ладно, я, наверное, сменю колоду, возьму вот эту вот, попробую с ней. Не уверен, что с ней получится, но мало ли вдруг мне не подберется эта сраная пека. Какой-то, возможно, хок, мортира, вот где эти колоды, да? Ой, беда, ребят, беда. Не знаю, у меня вот с этой игрой постоянные вот какие-то непонятки. Я постоянно думаю, что мне подбирать с контр-колоды. На самом деле, естественно, на любую деку будет контр-колода. И все зависит, конечно, от скилла, я всегда говорил и буду говорить. Но все равно, вот, сложно против палача, торнадо и пеки с этой декой. С предыдущей. Да и с этой будет тоже. Ну, тут хоть ракета есть. Не знаю, это что такое. Армия скелета в духе. Ну, поехали, ставим голема. А, элитки, да. Стрелы непонятно зачем. Вот. Давайте здесь... Ага, еще и бревно есть. Наверное, еще есть и ракета. И зап. Так. Ну, урон мы, в принципе, сейчас нанесем ему. Ну, такой, небольшой. Нам надо бы прокрутиться до второго голема. Смотрите, сколько урона. Я даже более чем доволен, потому что думал, что нанесем меньше урона. Мега-миньон. Блин. А голем еще не скоро. Было бы идеально, если бы этот парень поставил сборщик, либо какую-то карту выбросил, чтобы я ракетой его накрыл. Не знаю. Так, смотрим. Ага, три мушкетера. Смотрите, как мы их спокойненько... Почти спокойненько. Ледяные, огненные... Ледяные. Огненные. Огненные духи. Ну что. Я отдаю полностью ему вышку. Ну как полностью. Я имею в виду, что я вообще не трогаю мушкетера. Я оставляю его один на один с вышкой. Ну что. Ставим резко голема. Он поставил сборщики эликсира. Так, я понял. Три мушкетера с элитными варварами. Ну окей, окей. В принципе, торнадо, все дела. Должно меня как-то тащить. Так, тут забрасываем бревно. Голем дойдет к вышке. Но мне этого мало. Мне надо ее 100% снести. И мы ее, ребятки, 100% сносим. Еще мне надо покоцать его сборщики эликсира. Собственно... Блин, голем, ну что ты взорвался именно не там, где надо? Так, давайте торнадо. Вот таким вот образом. Отлично. Так, теперь... Тут у нас гоблины пойдут. Ночная ведьма пойдет. Отлично. Так, я вот думаю, ракету тратить? Я думаю, да, тратить. Смотрите, какая ракета летит у нас. Красивая. Бамс. И все. И все уничтожили. К сожалению, на голема эликсира пока не хватает. Осталось 20 секунд. Ну давайте, короче, атаковать уже не буду. Атаковать не буду. Давайте тут так торнадо. Смотрите, оп, хорошо. Тут у нас гоблины пойдут. И все. В принципе, там бревно осталось докинуть. Вот так вот бревно выбрасываем. Чпонь. И все. Тут у нас ночная ведьма. И у нас снова торнадо. Тут, в принципе, было изи. Но я, честно говоря, был удивлен, что мне не контр-колода подобралась. Ладно, поехали в следующий бой. Так. 12-е ури нам подбирается. Окей. Окей. Так. В этой сборщике... Ой, в этой сборщике. В этой колоде нету сборщика. Поэтому мне немножко непривычно. Блин. Вот почему у меня постоянно нету ракеты, когда противник ставит сборщик. И походу я сейчас немножко опаздываю. Хотя нет. Вроде бы я вовремя выбросил. Вроде бы я выбросил вовремя. Блин. Надо торнадо использовать. Как это неприятно. Как это неприятно. Ребят. Походу это опять тремушки терра. Ну, в принципе, можно как-то тут финтить. Так как у меня есть торнадо. У меня есть сборщик. Все дела. Так, смотрите. Значит, мне нужно как-то теперь крутиться до второй ракеты. И я думаю, что ставим... Ага. Голем. Шахтер. Интересно, слушайте. Ну, ладно. Поехали. Немножечко подтормаживает. Не подтормаживает интернет. Вечно скорость пропадает. Непонятно почему. Когда включаю запись видео. Так, здесь давайте ночную ведьму. Так. Сейчас будет так. Тремушки терра резко. Так. Так. Здесь у нас гоблины. Вот они. Тремушки терра. Конечно, зря. Зря он их выбросил. Именно вот так. Потому что, смотрите. Мы убиваем четырех зайцев. Только не отходите. О, боже мой. Я же забыл, что взорвется голем. Мушкетёров немножко откинет. Эх. Ну, ладно. В принципе, 900 хп осталось на его башне. Сейчас будет шахтер. Давайте немножко оттянем. Чуть-чуть-чуть. Блин. Бревно. Бревно. Немножко не задел я этих... Как их называют-то? Летучих мышей, да? Вот. Поэтому урон пропустил. Так, ладно. Смотрим дальше. Я вот думаю. Идти по левой или по правой стороне? Слева, в принципе, мы добьём уже. Нет. По правой пойдём. Или, может, на трёшку? Не-не. Пойдём по правой стороне. Так как слева уже мы сторону забираем. Вот. Идём вот так вот. Вабанк. Ведьма. Я также забиваю на левую башню свою. Дефать её не буду. Так. Посмотрим, что он там подкинет ещё. Думаю, гоблинов выброшу. Я понял. Значит, здесь ракета у нас. Ай, блин, кривая ракета немножко. Ну, ладно. Такое бывает. Такое бывает у меня. Давайте торнадо. Здесь у нас гоблины. Гоблины дефайте. Гоблины, какие вы тупые. Хотя нет, это я тупой. Так, здесь у нас дракончик маленький. Здесь у нас бревно небольшое. В принципе, задефались. Но, смотрите, мы там разбираем его на трёшечку. И красота. Красота. Ой. Туплю я, конечно. Ну, как туплю. Я немножко криво использую торнадо. У меня есть такая проблема. Огромный сундук. Спасибо большое. Вот. В целом... В целом нормально. Ладно, поехали. Последний бой отыграем. В принципе, мне всё нравится. Мне бы такую прокачку. У меня подобная прокачка. Ну, блин, у меня голем седьмой. А хочу восьмого голема. Это будет просто пушка. Так, тринадцатый уровень нам подбирается. Окей, окей. Давайте смотреть, что у нас тут за фрукт. Так. У нас голема нету. Даже следующие карты. Поэтому... Так, ночная ведьма. Намёк на голема. Выбросим гоблинов. Сольём мега-миньона. Готовим ракету. Так как у меня всегда предположение, что... А, ну, конечно. Давайте ракетой дефать. А что делать? Хм. Так. Хорошо. Здесь маленький дракон. Ну, как хорошо. Пека доходит к вышке. Вот. Спасибо за контр-колоду, Суперселл. Я, естественно, рад, что мне подобралась Пека. Потому что... Ну, я же с големом играю. Что мне ещё подбирать? Мне, естественно, надо побольше Пек. А вот когда я играю с какой-то другой колодой, да? Там, с Мартирой. Просто с Трема-мушкетёрами. То, конечно же, будут какие-то фастдеки с Торнадо. Постоянно хоггитами, не знаю. Ладно, ставим голема. Не будем унывать. Потому что ещё не всё потеряно. Вот. Поехали. Ночная ведьма. А, так. Мега-миньон. Мега-миньон. Конечно, было бы круто сейчас бы всех в кучку и туда ракету запулить. Вот. Но это пока сейчас нереально сделать. Так как у нас не двойной эликсир. Так. Мне бы ведьму уничтожить. А то мешает. Мешает, зараза. Так. Уничтожили всех. Даже больше, чем я предполагал. Так. А теперь вот вопрос. В принципе... Задефаем, да? Задефаем. Отлично. 10 секунд до двойного эликсира. Давайте сольём бревно и поставим голема. Ставим голема. Так. В принципе, можно было бы забить на левую башню и пойти на правую сторону. Но... А, отлично. Он пошёл на правую башню. Хорошо. Давайте тогда выбросим ночную ведьму слева. Так. В принципе, на правую сторону можно забить. Либо использовать тоннады. Я не знаю. Так. Нет, пожалуйста. Нет. Я не знаю, слышите вы этот звук или нет. У меня сосед начал сверлить стену. Здоровья ему я желаю побольше. Как ты вовремя начал сверлить свою стену, друг? Да, в принципе, тут атака и так ужасная. Поэтому ничего страшного, что ты сверлишь стену. Возможно, этот поединок не войдёт в выпуск. Хотя нет, он войдёт в выпуск. Чё я буду? Да, блин. Ну, просто жесть. Просто жесть. Всё против меня. И противник с контр-колодой. И сосед со своей дрелью. Вот, блин. Вот что он там постоянно делает? Вот постоянно у него идёт ремонт. Я не понимаю. Уже можно квартиру построить за это время. Он постоянно сверлит, ребят. Вы просто... Сверлит. Вы просто... Этого не слышите. Я постоянно вырезаю это. О, боже. Спасибо за контр-колоду, Суперселл. Спасибо, конечно. Хорошая игра. Да пошёл ты. Со своей... Хорошей игрой. Блин, просто пеку поставил. И всё. И всё просто. Ладно, я ещё хочу каточку. Я вот не получил удовольствие прям от этой игры. Потому что мне пеки подбираются. Вот три колоды уже с пеками подобрались. Сейчас ещё одна пека, и я бомбанул. Когда я играю с Хогом, мортиры, мортиры, мортиры. Постоянно мортиры, мортиры. Просто постоянно. Вспомните, да? Когда я играл с ремамушкетёрами и гигантом. Мне контр-колоды подбирались с мортирой. Только я взял голема. Лови пеку. Лови. Торнадо палач. Всё это лови, лови. Фух. Бомбит. Ну всё. Сейчас хорошо. Сейчас я сборщики уничтожил. Сейчас у меня всё нормально. Ставим голема. Надеюсь, что у него не пека. Так. Что это? Что это такое? Давайте дракона. Задефаем, надеюсь. Или потеряем вышку, скорее всего. Конечно, дракончик бьёт одну... Одну или эту... Как её? Одного миньона. А на остальных трёх и рыцаря. Ему плевать. Так, ладно. В принципе, у меня сейчас хорошая контратака. Так. Наверное, это три мушки тёра. Сейчас они готовятся. А вот. Но пока они там готовятся, я его сношу просто. Давайте, подойдите поближе. А то я вас не вижу. Так. Прекрасно. Замечательно. Ну вот и всё. Спасибо за трёшку. Вот теперь я полностью удовлетворён. Потому что изи победа. Изи трёшка. И сосед перестал сверить. Просто замечательно. Всё. На этом буду выпуск завершать. Ребят, на самом деле, запись идёт уже 21 минуту. Но я же предыдущие два поражения, опять же, вырезал. Вот. Ну, вот эту каточку, конечно, вы увидите. Хрен бы с ним. Вот. На этом буду завершать. Ребят, вот такая вот уже прокачка у Кристалла. Давайте вы, Лукасов, там накидайте нам на этот видос. Мы будем дальше фармить леги. Показывать вам колоды. В общем, хочу вам сказать, ребят, спасибо за просмотр. Пожелать вам удачи. Чтобы вам тоже падали легендарочки. Все дела. Подписываемся на канал. Ждите новые выпуски. До новых встреч, парни. Всем удачи. Всем пока. А, ну и девушки тоже, да. Мало ли, ещё девушки меня смотрят. Пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok